Всем привет, меня зовут Леонид, это GrandLine. Мы продолжаем серию видео об отделке фасада. Мы возвели стену из газобетонных блоков и тонг. О том, как это правильно сделать, смотрите в одном из наших прошлых видео. Ссылка в описании. Также в описании вы найдете ссылку на видео о том, как мы смонтировали навесную фасадную систему. В этом видео мы поговорим об внешней отделке фасадными материалами GrandLine. В компании GrandLine достаточно большой выбор фасадных материалов. Коллекции цветов, фактур. Но большинство людей используют всего лишь один вид материала, просто зашивая дом по периметру. Выглядит это примерно так. Но нам важна не только функциональность фасада, но и его красота. Поэтому я сейчас покажу, как сделать наш фасад более привлекательным и оригинальным. Рассмотрим другой вариант. Мы выделили зону цоколя. Смонтировали на ней фасадные панели GrandLine в колотый камень цвет молочный. Да, и это новинка 2021 года. Монтаж фасадных панелей начинается со стартовой планки. А у нас их целых две. Металлическая двухметровая, пластиковая трехметровая. Не забывайте об этих размерах, когда рассчитываете необходимое количество. Также мы смонтировали стартовые элементы углов. Внутренний угол у нас образован из двух универсальных J-профилей, декоративной системы E-фасад, совмещенной между самыми. В этом видео мы не будем подробно останавливаться на всех этапах монтажа. У нас есть отдельное видео, где прекрасная блондинка показывает, как правильно монтируются фасадные панели. Ссылка, как вы догадались, в описании. Сокольную часть и стену мы разделили отливом. Отлив взяли в нашем примере белого цвета, так как белый цвет выбран для всех остальных аксуаров. Для основного фасада мы выбрали материал темного насыщенного цвета. Я фасад в крымске слайне цвет уголь. Еще одна новинка. В качестве доборных элементов мы выбрали белый аксуар. Белый цвет аксуаров создает хороший контраст и зрительно расширяет здание. Если расценивать фасад как одежду для дома, то в каждой одежде важны акценты. В нашем варианте в качестве столь важных акцентов мы используем декоративные ставни. Для их установки необходимо заранее сделать закладные. В местах крепления ставен высверливаем отверстие, используя сверло 4 мм и сверло 10 мм для того, чтобы утопить шляпку самореза. Размечаем и высверливаем отверстие в панелях для крепления ставен. Диаметр отверстий в панелях должен быть немного больше диаметра проставок. В качестве проставок используем заранее подготовленные отрезки пластиковой трубы. Проставки одеваем на саморезы и монтируем ставни. Длину проставок определяем таким способом, чтобы после монтажа декоративные ставни не прижимали панели и фасад. И они могли свободно двигаться при тепловом расширении. Места крепления саморезов прячем декоративными заглушками. Ставни – важный акцент для вашего дома. Они преображают фасад и облагораживают дом. Чтобы закончить образ дома, мы добавили еще один акцент – декоративное освещение. Для этого используем монтажные блоки Медамерика. Они сконструированы таким образом, чтобы их можно было устанавливать на одну обрешетку с фасадом. С полным ассортиментом продукции Медамерика можно ознакомиться на нашем сайте. Благодаря большому ассортименту фасадных материалов Grandline, оригинальное архитектурное решение можно получить даже на дачном домике. Всем хорошего дня! Подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ставьте лайки. До новых встреч!